Добрый вечер! Прошлый год, поэтому отмечаем, что собрание акционеров намечено 30 сентября, где будет окончательное решение приниматься, а пока дивиденды только рекомендованы, иди в отсечка, есть такое решение, собрание акционеров будет принято 11 октября. Ну и отметим, что спрос на акции «Газпрома» объясним, но мог быть, конечно, и больше. Видимо, то, что акции выросли так немного, связано с тем, что было не так давно. Инвесторы, возможно, сомневаются. Несмотря на санкционное давление неблагоприятную внешнюю среду, в первом полугодии 2022 года группа «Газпром» продемонстрировала рекордные показатели выручки и чистой прибыли при снижении чистого долга и долговой нагрузки до минимальных значений. Показатель чистой прибыли составил 2,5 триллиона рублей. Это за полгода. Капитация «Газпрома» на менее 5 триллионов рублей сейчас. То есть, если мы экстраполируем прибыль первого полугодия на второе, что, наверное, неправильно делать, но, тем не менее, просто оценочно, то «Газпром» зарабатывает примерно столько же, сопоставим, может, даже больше, чуть меньше, чем стоит. То есть, прибыль один к одному. Такие истории у нас уже бывали на рынке сургут нефтегазом, когда кэш на его балансе превышал стоимость компании с точки зрения рыночной капитализации. Ну, есть ли еще возможности у инвесторов? Они, конечно, есть. Купить акции «Газпрома». Вот у нас здесь график за последние 5 лет. Ну, если мы посмотрим график за год, конечно, он разочаровывающий. Причем мы видим, что последнее падение, вот эта вот закорюченка на графике маленькая, это после того, как совет директоров дивидендов-то рекомендовал выплатить. А собрание акционеров, напомним, что основные акционеры, это все-таки государство «Газпрома», решило, что лучше это на налоги пустить, потому что налоги, ну, налоги тоже важно, и это пойдет место. Частично государство, частично акционерам пойдет, собственно, насчет государства. Как будет в этот раз, посмотрим, стоит ли покупать акции «Газпрома». Ну, и о других вещах мы поговорим с Натальей Смирновой, которая согласилась пройти часть нашей программы. Наташа, привет. Привет. Ну, что ты думаешь по этой всей истории с «Газпромом»? Если у тебя акции, сразу же давай дисклеймер. В этот раз будет, не будет. Слушай, я надеюсь, что будет, а то просто уже вера в российский рынок будет, ну, не безвозвратно, но все-таки потеряна. Ну, почему «Роснефть» заплатил дивиденды? Кстати, знаешь, мы раньше, у меня прямо в эфире несколько человек поспорили по поводу, помнишь, была история с дивидендами ТНК, БП, и потом с дивидендами Башнефти, вот с дивидендами Башнефти, там было две разных истории, но люди думают, что будет так же, как с дивидендами ТНК, БП. Ну, с нами господин Аксаков из Госдумы, он сказал, я с вами готов поспорить на что угодно. Ну, вот не помню, что там было, но у меня до сих пор говорят, что вот ты разбил нас в споре, но ты ящик чего-то какого-то спиртного, в общем, мне теперь должен. Хотя, почему все там, по-моему, не спорили, он просто предложил. Ну, вот сейчас я не предлагаю тебе спорить ни на что, а просто что ты думаешь по «Газпрому»? Слушай, я думаю, что выплатят, ну, потому что, если вспомнить там причину, почему они выплатили в прошлый раз, это НДПИ, неужели государство будет второй раз еще дополнительно вводить НДПИ, серия «Мы недополучили», мы считали, мы пересчитали, что, наверное, нужно еще дополнительно получить НДПИ, и на этом все. Я думаю, что будет вариант и заплатят, возможно, вариант заплатят меньше, чем сейчас рекомендовали, но все-таки, я полагаю, что заплатят. Ну, вот единственное, что, конечно, вообще меня умиляет эта ситуация с тем, что, в общем, редко встречается на практике среди уважаемых и уважающих себя компаний, когда, если рекомендовали, то утвердили и заплатили. А здесь вот такая двойственность, заплатят, то больше заплатят, то меньше заплатят, просто какая-то орлянка, понимаешь, как мы с судьбой играли в орлянку. Солидная компания, компания, которая зарабатывает, ну, не больше всех в мире, есть, пожалуй, еще несколько компаний, всего лишь можно по пальцам одной руки посчитать, которые зарабатывают чистой прибыли больше, чем «Газпром». Ну, это «Эппл», это «Саудиорамка» и, может быть, «Майкрософт» с «Гугл». Больше таких компаний нет, вот, исходя из нынешней ситуации. Сколько заработает «Газпром» за этот год мы и не знаем, но это будет явно очень-очень-очень много. Понятно, что вот сейчас эти дивиденды, они безумные. И вообще неправильно, наверное, платить такие гигантские дивиденды. И само решение государства, оно тоже где-то понятно, но оно где-то тоже неправильное, потому что, ну, никто не платит таких гигантских дивидендов. Посмотрите, сколько «Эппл» платит. Их нужно платить просто гарантированно. А, ну, ладно, посмотрим, в общем, согласна ты со мной или нет, что это лучше, чем если платить такие щедрые дивиденды, но неизвестно, заплатят или нет. Хотя, одно другому наверно... Слушай, ну, у нас это дивиденды аристократов. Нам еще жить и жить, поэтому у нас, получается, как? Не как в Америке, да? Пролетарии, дивиденды и пролетариевы. У нас дивиденды горки, да, у нас все хорошо. Заплатят, не заплатят, больше, меньше. Вот, знаешь, видите, сколько вариантов. Зато дивиденды какие, слушай, дивиденды почти 25% годовых. Есть такие компании безумные, израильские. Zion Maritime, ZIM, тикер. Я не знаю, но они платят дивиденды, и тоже огромные. И там тоже вот эту компанию очень не любят. Еще со времен Британской империи, когда они переселенцев туда возили, в Израиль, у них изымали суда британцы. Вот так, что мы тут не одиноки оказались. Как это неудивительно. Ну, хоть когда-то в чем-то не одиноки. Сейчас, говорят, в Финляндии изымают у туристов, которые возвращаются назад, в евро. Ну, это вообще, ты знаешь, вот фея сам из Питера родом. Мы эту страну называли тупой. Не в оскорблении, а вот просто... Это раньше было, сейчас не знаю. И говорили, ты куда едешь на выходные? Ну, вот мы тут в тупую съездили, а мы поедем в тупую на рыбалку. То есть так вот, по-доброму, без оскорблений. Они, кстати, про нас тоже такие же, они рассказывают, финны. Ну, вот, я просто не знаю. Может быть, они узнали про то, как мы их называем, и обиделись очень сильно? Ну, другого объяснения я не знаю, потому что вряд ли у нас там россияне читали тот документ с санкциями, где четко английскими буквами написано, что есть исключение, если евро везут для личных целей физлица, то это не попадает в санкции запрета ввоза банкнот евро. Но, видимо, они не читали этот документ или трактовали в свой пользу. В некоторых странах при вывозе валюты тоже такой каос бывает. Вот, например, в Тунисе проверяют, насколько мне известно, когда я был там. Нельзя ни в коем случае валюту вывозить. Мне кажется, что Финляндия, она туда-куда-то к Тунису уже пошла, судя по всему. Но будем надеяться, что у них все будет хорошо, дай бог им здоровья. Мы не будем, наверное, меры ответные принимать к ним, например, заставлять их обувь сдавать при выезде из России. Если вы хотите обувь свою сохранить или что-то, вот те, кто у въезжающих, вы у них займите обувь. Или на хранение можно сдать. Походу вернем обязательно. Что бы там ни было, давай с тобой пробежимся еще по нескольким темкам, потому что не Газпром, единым мы живы. Хотя, в принципе, заманчиво согласись, но такие дивиденды... Вкусно, вкусно, вкусно. При полностью не раскрытой отчетности. Но при таких ценах на газ... Зато нам не скучно здесь жить, да? Так вот, рынки сегодня вроде как открылись бодро в Штатах, но пошли вниз, собственно, котировки S&P и NASDAQ. Сейчас, не знаю, нам покажут, может, опять вверх, потому что все меняется. Нет, опять вниз, и S&P пошел вниз, и NASDAQ. Ну вот, брокеры у нас выступают за сохранение доступа клиентов к иностранным бумагам, что вполне понятно, им нужно о чем-то зарабатывать. А ЦБ, как Баба-Яга, всегда против и Олимпиады, против и всего, лишь бы запрещать. Но они такая, Баба-Яга, в общем, такая, в общем, не очень серьезная. В результате договорятся, скорее всего, с брокерами. Вот у меня такое чувство. Что ты думаешь по этому поводу? Вот как бы нужно все-таки действовать регулятору? Может, правильно он делает, что пугает сначала, потом договаривается? Ну, в результате, что ты видишь? Какой выход он был бы оптимальный? Потому что, действительно, некоторым людям страшно, вдруг изымают все акции, вот как вот европейцы. Они же безумные, финны изымают евро, почему акции не изъять? Ну, а американцы с китайцами, они более прагматичные, они более прагматичные, разумные люди. Все-таки. Нет, слушай, я надеюсь, что американцы, они абсолютно про бизнес, и они это доказывали. Давай сравним санкции американских против европейских, против России. Ну, они более адекватные гораздо. Хотя, заметь, они посчитали, когда эти санкции вводили, насколько они навредят их компаниям. И посчитали, что там вообще чуть-чуть, ну, давайте введем. Они даже не ждали, наверное, что европейцы там... Ну, ладно, бог с ним, извини, что перебил тебя. Ну, они же, понимаешь, они логичные. Ты абсолютно прав. Абсолютно. И если говорить про то, чтобы там нам насолить и сказать все, мы не работаем вообще с российской инфраструктурой, мы блокируем там СПБ-банк. Зачем? Ну, у СПБ-банк у него нет того, что было у НРД, это не, собственно, то, через что мы планировали погашать наши облигации. Это первое. Второе. Ну, питерская биржа планирует расширить количество депозитариев до китайского, гонконгского и выбрать еще вариант Казахстан. Я надеюсь, что просто договорятся профучастники СПБ на тему, ну, там, не знаю, тестирования. Ну, хорошо, дайте тестирование на всей иностранной бумаге, чтобы люди понимали инфраструктурный риск и все. Ну, зачем вот прям совсем жестить? Если уж они хотят жестить, пусть они квалом запретят, потому что квалы реально могут потерять много. Они квалы там 50 тысяч, подумаешь, там, сходят в МФО, займет и опять откроется. Ну, абсолютно логично. Да, то есть здесь как бы непонятно. На то, что надо квалов от серьезных потерь защищать, тогда уж по логике. Да, логично было бы, да. Ну, что же, вот еще у нас одна история. Это ТАСС, источник, со ссылкой на источники сообщает, ОПЕК+, не обсуждает сокращение добычи, о чем писали знающие люди из австрийской Вены, где, как известно, ОПЕК собирается, там у них вся аналитика, и там же GBC-компания, сообщаешь, сколько выросла добыча. Ну, собственно, вот эта встреча ОПЕК будет еще больше всяких фейков и всякой разной информации непроверенной. Мы знаем, что это бывает, это нормально. Но пока растут, вот, цены на нефть пошли вниз, конечно, но в целом, вот если мы уже про глобальные рынки говорим, все падало, а нефтегаз рос. Причем вчера меня умилило просто сообщение Yahoo Finance, там они очень красиво говорят, своевременно, молодцы. Но они сказали, вот на Илоне Маске он сказал, что в нефть и газ все-таки надо инвестировать, потому что человечество не выживет. И вот на этом пошли вверх. Как тебе такой, Илон Маск? Его обольстили, наверное. Покупаешь ли ты нефтегаз, ну, кроме Газпрома, конечно, потому что лучше Газпрома, похоже, сейчас уже нет ничего, но тем не менее. Слушай, ну он же тогда говорил, в крипту надо инвестировать, он, крипта на этом фоне выросла. По той же самой логике и нефтегаз, пожалуйста. Просто Илон Маск главный драйвер рынков, не только российских, но и в мировых. То есть вот он удачно занял место Трампа, причем сейчас с Твиттером какая-то история вообще сумасшедшая. Мне кажется, он просто мстит Твиттеру. Причем у Трампа уже своя сеть, когда он в Твиттер не хочет идти. Ну ладно, бог с ними, мы оставим их немножко в стороне. Помимо нефтегаза растет просто дико еще солнечная энергетика. Если мы посмотрим, что в Китае, что в США, спрос безумный. Ферст Соло, это один из таких мастодонтов сектора, инвестирует, сообщил, что инвестирует больше миллиарда в расширение производства. Мы знаем, что там Байден им еще помог, деньжат подкинул. Так что все растет. Ферст Соло, посмотрим график за пять лет, просто шикарно. Китайские, американские компании, InFace, Trina Solar, которые, кстати, были звездочкой такой американского фондового рынка, но очень-очень уже своевременно они свалили, и теперь их можно купить только в Шанхае, не знаю, там, к добру, не к добру. Растут даже угольщики. И тут урановые компании пошли вверх, там вообще трэш один. И тем не менее там по многу процентов. Играешь ли ты в такие игры, Наташа? Знаешь, я начала в это играть, ну, естественно, через зарубежную инфраструктуру. На ETF, на солнечную энергию, и вообще на альтернативные источники энергии, тогда, когда пошли цены на газ туда, куда они пошли. По понятным причинам. Но для меня это недолго срок, это чистая спекуляция. Потому что вот условно, сейчас более-менее... На этих урановых компаниях, это же вообще просто. Там я посмотрел, одна только компания, это в Штатах, да, стоит 11 миллиардов, а остальные там, то прибыли нет, то стоит меньше миллиарда долларов. Ну, это же Штаты, там даже солнечная энергетика стоит под 20 прилично. И у угольщиков, кстати, вот угольщики есть, Арк, там, Резосис, Пибоди, но они похуже. У них метрики все почти как у Газпрома. Ну, может быть, чуть лучше их любят инвесторы, чем Газпром. То есть там где-то соотношение цена-прибыль 3, не 1, не 2, но 3, ну да, бывает и такое. А вот в такие истории ты... Уголь, ты знаешь, опять же, как только пошла тема с ростом цены энергоресурсов, я начала покупать все. Но я сейчас думаю, когда выходить. Потому что, ну, это не может так долго продолжаться. Физически не может. Это должно как-то разрешиться. Ну, хорошо. Из Apple вовремя, кстати, выскочила. Из Apple вовремя. Да, да. Я предпочитаю перепиздеть, чем недопиздеть. Чутью, ну ладно. Когда начнется про мои деньги. Мы сейчас будем говорить неприличные слова. То есть есть такая компания, Baidu, которая сегодня отчиталась. Есть компания, не могу выговорить, хотя она приличная, Pidu. Она отчиталась, вчера взлетела. А сегодня вот Alibaba, так сказать, Reuters сообщает, что Alibaba получила уведомление о бузерской проверке в США. Она вошла в круг тех компаний, которые будут с особым цинизмом проверять. Pricewaterhouse тоже получил уведомление, это их аудитор. И если там что-то найдут, сказал великий и ужасный, такой же, как я, лысый Герри Генслер, то тогда, тогда вот не поздоровятся. Им их делистингуют. Что думаешь по Китаю вообще? Стоит ли в Китай играть? У нас скоро расширится меню китайских компаний. Можно ли там пошуршать, что-нибудь найти вкусное? Ты знаешь, меня смущает что? Меня смущают риски Тайваня, меня смущают риски делистинга, меня смущает то, что Китай у нас через Гонконг, но через питерскую биржу это вышестоящая депозитарь Вин Мэй Мэллон, это Америка. Поэтому везде есть какой-то риск. Китай для меня это в любом случае такой серьезный достаточно риск. Играю ли я в Китай? Может проще CFD какую-нибудь? Да вот тебе как-то. То, что у нас запрещено, мне кажется, это сейчас можно... Чего? Это считать, что регулятор нас не слышит, а они CFD не одобряют и не любят. Но надо сказать, что CFD появились еще раньше акции, исторически. Я читал исследования разные про первые торги акциями в Голландии, в Амстердаме. И вот еще до того, как биржа Амстердамская, до того, как прошло первое IPO, вот пред-IPO уже CFD торговались у моста. О чем там можно говорить? То есть рискованно, но нужно. Ну, рискованно нужно, да. Но вот честно, Китай для меня это все равно история с очень высоким риском. А вот знаешь ли это, что у Уоррена Баффета... Ну, понятно, что Чарли Старикан, он продал Бабу, с Али Бабой там все, в общем, непонятно что. Хотя компания хорошая, но не значит, что и акции нужно покупать. Вот то же самое, что с нашим Газпромом. Да, это необходимо, но недостаточное условие, как знают люди, знакомые с логикой. Так вот, есть такая компания, не знаю, ты автомобилист, не автомобилист, мы с тобой, по-моему, обсуждали это дело, но мы не будем углубляться. Это компания BYD, у нас она известна как BIT, выпускает электромобили. Конечно, знаешь. Ну, конечно, знаешь, да. Ну, так вот, у нее капитализация выше, чем у Volkswagen уже. Выше нее только Toyota и Tesla. То есть третья компания в мире по капитализации пока. Но показатели роста лучше, чем у Tesla. То есть она делает Tesla на своем рынке, по крайней мере, в электромобилях. Компания изначально занималась батареями. И 20% кто владелет? Berkshire Hathaway. Сегодня стало известно, наконец-то подтвердились слухи, что они сократили на полпроцента свой пакет. Ну, пока немного, может, это только вот по раскрытию на полпроцента. Есть ли у тебя бумажки вот такие, как у Buffett? Могу сказать, я и с некоторыми клиентами, мы заходили в Риауту и в BYD. И это единственные две бумаги, которые я сказала, да, могу считать нормальными. Потому что здесь нет, с моей точки зрения, серьезных рисков, как с Алибабой, со стороны китайского правительства. Это такой лейтмотив китайской экономики. И более того, мы все равно идем к электрокарам рано или поздно. Ну, там, хорошо, я готова в них досидеть до 30-го года, если даже будет какая-то коррекция. Это та бумага, где я просто фиксирую прибыль, но тотально не буду выходить. Ну да, и Лиауту, это тоже как бы вариант, но Лиауту, они еще торгуются в Штатах. И Лиауту совсем молоденькая. Я помню, когда IPO было, и там кто за ней стоит, как бы вот так, что это убийца Тесла. Ну, конечно, все с авансом сказано. Ну, в Китае в свое время было около 100 проектов, которые спонсировало государство, поддерживало именно в секторе электромобилей. И вот несколько из них в жесткой такой, просто безумной конкуренции, они стали такими монстрами, что теперь и Луну Маску непросто. То есть только так все делается, конкуренция, двигатель прогресса. Наташа, спасибо огромное, что нашла возможность с нами переговорить. Очень здорово. И главное, в тему получился разговор. Спасибо совету директоров «Газпрома». Ну, не будем говорить, лучше бы они, конечно, были тоже нашими спонсорами, но, к сожалению, нет. Хотя мы на жизнь не жалуемся. Спасибо вам огромное за то, что слушали наш разговор. На жизнь тоже не жалуйтесь. Обращайте внимание на интересные инвестиционные истории. Субтитры сделал DimaTorzok